всем привет второй день holy gs в 11 утра я очень рад всем кто смог проснуться и очень рад всем кто еще не засыпал если такие есть вдруг надеюсь вы в порядке сегодня у нас будет потрясающий доклад но прежде чем я об этом всем расскажу я должен сказать то о чем я забуду через пять секунд у нас есть qr-код обязательно отсканируйте там можно задавать вопросы и находиться вообще в чатике нашего доклада и какие-то обсуждения вести вы про это наверняка уже знаете вы не первый раз но все-таки мы обязаны это повторить чтобы не забыть петь почитал название этого доклада про иконки я правильно понимаю вот это вот иконка мой компьютер как и найти на рабочем столе вот все правильно снова проекла отлично то есть у нас доклад наконец-то для 40 плюс людей вот постараемся им помочь потому что говорят у них бывают проблемы кстати утром проснулся мне звоночек на это на телефончик из гидрометцентра говорят дождь идет но это на самом деле слезы фронтендеров которые до сих пор не умеют работать с иконками вот я очень надеюсь что ты им сейчас поможешь расскажешь как делать правильно и не такие блин слава богу петя рассказал там не знаю что делать вообще лид уже скоро увольняет собирался все все отлично тогда начинай я больше не отвлекаю спасибо тимур спасибо ну что друзья я рад вас приветствовать меня зовут пётр жемчугов ехать фронта в сбер здоровья и сегодня мы с вами поговорим снова про иконки наверное во всех последних каких-то конференциях кто-то да про иконки говорит и сегодня я про что мы сегодня поговорим мы сегодня поговорим про нашу историю нашей компании про к истории сбер здоровья почему вообще мы вообще об этом задумывались и почему начали переоценивать вопрос работ с иконками. Мы поговорим про немножечко историю, историческую сводку, про то, как с иконками работали, какие бывают подходы и почему утильные подходы применяют, какие у них плюсы и минусы. Мы поговорим про интеграции, в нашем случае это фигма и использование нашего текущего подхода, о котором я буду говорить, в дизайн-системах. И мы поговорим, как вообще все это завернуть в компонент, компонент Icon, который мы будем использовать. Итак, с чего же мы начинали? В дизайне у нас было около 400 иконок, которые использовались в наших интерфейсах, и их количество постоянно росло. У каждой иконки было от 1 до 3 размеров, и мы не могли одно и то же изображение иконки переиспользовать. Итого, у нас получалось около 1200 изображений, потому что 400 иконок, 3 изображения, на самом деле, это больше 400, и с этим было сложно работать. Почему нельзя использовать одно изображение для 3 размеров иконок? Потому что если мы берем одну картинку, ее увеличиваем или уменьшаем, она уменьшается или увеличивается линейно. Например, если у вас есть картинка 24 пикселя, и у нее есть какая-нибудь полоска в один пиксель, и вы ее уменьшите, то логично предположить, что иконка с такой же картинкой, но в размере меньше, например, 16 пикселей, попытается отрисовать эту пиксельную линию меньше, чем в один пиксель. У вас там будет что-то плыть, например, на ретине, или что-то плыть, наоборот, не на ретине. В общем, в лоб эта история решается тем, что используются разные изображения для разных картинок. В разработке же мы все эти картинки выгружали руками. Но на самом деле мы уже были на том этапе, что все иконки были выгружены, и мы просто выгружали новые, если этого требовалось, ну, либо меняли какие-то иконки, если они менялись. Выгруженные иконки, свгшки, которые мы выгружали с фигмы, генерировались в компоненты, и мы имели около 1200 компонентов. Каждый компонент назывался по имени иконки. Например, там, icon-star-24, какой-то компонент. Импортировали из NPM-пакета, использовали все, иконка показалась. При этом этим решением нужно было учиться пользоваться, потому что в фигме это был один компонент icon, с icon-props, а в коде это было 1200 компонентов. Давайте перед тем, как вообще говорить о нашем решении, мы с вами пройдемся по истории, вообще какие бывают иконки. Если их грубо классифицировать, то я их разбил на три вида. Это свг-иконки векторные, png-иконки растровые и иконки, которые используются в качестве шрифтов. В каждом из этих блоков я углубился немножко в классификацию, и давайте пробежимся по всем этим типам иконок по отдельности. И начнем мы с свг-инлайн. Наверняка для вас это самое привычное применение иконок. Это иконки, которые просто находятся у вас в разметке. Это вектор, поэтому эта иконка выглядит всегда отлично. И ее можно раскачивать с помощью current color. Ребят, кто знает, что такое current color? Почти все. Но у меня есть слайд, чтобы объяснить это. Что такое current color? Представим, что у вас есть какой-то div, и у нее есть цвет текста. И если мы у родительского div поставим цвет текста в цвет сети красный, то, соответственно, весь текст в этом div будет красным, потому что цвет наследуется. Но цвет текста можно явно применить для других свойств, например, для бэкграунда, с помощью явного обращения к нему через свойства current color. У свг-инлайн есть как плюсы, так и минусы. Если у вас на сайте много иконок свг-инлайн, то, вероятно, у вас будет много дом узлов в сайте, потому что все эти иконки многократно отрендерятся. Они увеличивают размер бандла, если они являются частью вашего JS-бандла. Я даже более того скажу, они рендерятся многократно, если у вас есть SSR. То есть иконка прилетит у вас несколько раз в разметке страницы, а потом еще и в бандле прилетит. Повторяющиеся иконки рендерятся многократно по понятным причинам, и они не подходят для растрых изображений, потому что любое векторное изображение для растры не сильно-то подходит. Типичная иконка выглядит примерно так. И это очень маленькая иконка. На самом деле, если иконка сложная, там намного больше разметки в HTML. Если вы такую иконку рендерите на уровне React или Vue, то, например, React на уровне реконселяции будет следить за всей этой кашей в HTML. У меня один тег-пасс в примере, а их там может быть сильно больше. Что же касается повторяющихся иконок, то картинка выглядит примерно так. У нас на сайте есть вот такие вот карточки врачей. И если к ним присмотреться, то в каждой карточке есть по две иконки. Казалось бы, немного. Есть иконка лайка, и это на минуточку две иконки, потому что одна закрашена, а вторая нет. И иконка с количеством отзывов. А что, если ты карточек на странице 300 или 400? А если это SSR, то у вас 400 раз прилетят эти иконки в SSR, в разметке прямо в HTML, а потом еще и в Bundle прилетят. Вот как раз именно эту проблему решают с помощью второго подхода. Это SVG спрайты. SVG спрайты по-прежнему векторное изображение, по-прежнему с ним можно работать с помощью current color, раскрашивать, но повторяющиеся иконки рендерятся однократно. Минус те же самые, что и в SVG online. Как они работают? Берется SVG тег, в нем используется специальный тег символ, у каждого символа есть какой-то ID-шник, а уже применить эти иконки можно с помощью тега use. То есть технически у вас иконки где-то лежат там в футере сайта, их не видно, а вы их применяете многократно на сайте. То есть они один раз есть в разметке, а потом вы к ним просто немного раз обращаетесь. Это можно использовать как в инлайне, держать эту SVG-шку на странице, так же и подключить ее как файл. Следующий подход — это SVG-картинки. Куда проще. Просто взяли картинку, воткнули туда ссылку на файл. она отобразится, все будет круто, но ее нельзя будет раскрасить. Даже если в этой картинке в разметке будет написано current color, то она не раскрасится. Они кэшируются браузером, то есть если у вас однажды картинка скачалась, то даже если вы зарелите приложение еще раз, она не скачается снова. Кажется, что это классное решение, но вот что делать с раскрашиванием? По аналогии со SVG-картинками, да, через tag image, можно работать с PNG-картинками. Это наш следующий вариант работы с иконками. Надо понимать, что это растр, а не вектор. Поэтому бывают иконки растровые, какое-нибудь красивое солнышко цветное, прям с градиентами, и вероятно, возможно, где-то вам понадобится, для этой иконки используют растр. Это нормально. Минусы. Не раскрасишь через current color, ну и не поменяешь цвет. PNG спрайты. Возможно, у олдов сейчас скулы сведет, но раньше так делали. Почему я вообще вот эту историю вставил сюда? Потому что где-то с год назад у меня было интервью, я советовал кандидата к нам в компанию, и он рассказывал, что они все на работе PNG-спрайта внедряют. Вообще-то решение отличное, о нем никто не знает, это прям прорыв. Но это не так. Что надо понимать? PNG-спрайты как они работают, мы сейчас разберем, но что важно, мы с помощью PNG-спрайтов сокращаем количество запросов на сервер. В случае с HTTP 1.1, это валидно. Мы сокращаем количество запросов на сервер, и тем самым ускоряем сайт. В HTTP 2 это не так работает. Их не раскрасишь, не поменяешь цвет, но давайте быстренько, как это работает. Мы брали картинки, много картинок, растровых, и собирали их в одну картинку. Эту картинку называли PNG-спрайт. Так как же показать ту или иную картинку? Мы клали ее в бэкграунд, и смещали бэкграунд внутри какого-то блока, отображая ту или иную картинку. Ну, мы так делали в 2011 году, давно. Сейчас этот подход используется в играх, например, когда собирается спрайт какой-нибудь анимации, и когда какой-нибудь персонаж бежит по игровому полю, то эту картинку быстро двигают в бэкграунде, и создается ощущение, что этот персонаж двигается. Следующий подход — это шрифты. Со шрифтами все сложнее. Это непростая история, то есть собрать шрифт с иконками непросто, но на рынке есть решение, и нам нужно о них поговорить. В чем же плюс шрифтов? Они кешируются браузерами, они не влияют на размер бандла, они параллельно загрузятся, когда шрифт будет загружен клиентом, подменятся. Они не замедляют рендер, соответственно. Но есть и минусы. Всегда загрузится весь шрифт, даже если вы используете одну иконку. Собрать шрифт, если у вас есть иконки, непросто. Во-первых, нужно иконки правильно готовить, во-вторых, вот эта самореализация шрифта, сборка его и подключение на странице — это непросто. Ну и когда вы это сделаете, никто, кроме вас, не сможет это поддерживать, скорее всего. В конечном счете, работа с иконками сводится к тому, чтобы выбрать ту или иную иконку. И когда мы печатаем шрифт на клавиатуре, буквы — А, Б, В, Г, Д и так далее, у нас есть под каждую букву есть кнопка на клавиатуре. Мы выбираем иконку, символ, нажимая на кнопку. Но иконок в шрифте больше, чем кнопок на клавиатуре. И нам нужны новые способы выбора иконки. Есть, по большому счету, два способа. Это лигатуры. Возможно, вы с ними работали и сталкивались, когда писали код. Лигатуры — это показ другого символа с помощью объединения набора исходных символов. То есть, например, если я подключу в коде на сайте Google шрифт Material Symbols и напишу просто delete, просто текст delete в каком-нибудь спане, и в этом спане будет подключен этот шрифт, то будет иконка. Набор символов, которые для меня считаются как слово delete, будет иконкой. В других шрифтах используются глифы. Например, мне нужно показать иконку сердечка, и в шрифте font awesome я уже не буду использовать лигатуры, я буду использовать глифы. Что такое глиф? Глиф — это явное указание иконки с помощью ее кодировки. С точки зрения кода неудобно. То есть, если есть какой-то такой спан, у него есть какой-то класс, в нем написано content, slash F004, что это? Непонятно. Но это просто способ выбора иконки. Какие вообще подходы бывают? Да, вот мы на самом деле пробежались по всей классификации. Google font icons — это шрифты и лигатуры. Font awesome — это шрифты и глифы. Mui icons — просто много компонентов иконок из FG Online, который прилетит вам на страницу. Flat icon, free pick — это просто картинки, делайте с ними что хотите. Хотите, шрифты собирайте, хотите просто отображать как картинки в любом из способов. Мы с вами сейчас пробежались по таким базовым вещам, да по верхам, как вообще с иконками работают. И давайте теперь, имея эти знания у себя в голове, смапим их с тем, что мы вообще хотим, какой мы вообще хотим, хотим компонент. Мы хотим, чтобы компонент, с которым мы работаем, иконка, этой иконкой можно было управлять, можно менять ее цвет. Мы хотим, чтобы иконки, которые у нас меняются в Figma, выкружились автоматически. Мы не хотим там следить, какие поменялись, какие нет и так далее, делать это руками. Мы хотим, чтобы те иконки в компоненте, которые мы будем использовать, не влияли на скорость рендера, буквально не являлись его частью. Мы хотим, чтобы браузер за нас сделал большую часть работы с точки зрения кэширования. Если иконка поменялась, будь добр, скачай новую. Не поменялась, не надо. Покажи только ту, которая у тебя в кэше. Мы хотим, чтобы работать с этими иконками было просто, чтобы любой человек, который приходит к нам в компанию, не учился пользоваться компонентом Icon. Мы ему сказали, вот видишь в фигме, как называется компонент, видишь его просто, и делай так же. Мы хотим свести это к минимальному порогу вхождения. Мы хотим, чтобы это был один компонент, а не 1200. И хотим, чтобы он не влиял на размер бандла. Давайте теперь вот эти требования смаппим на те подходы, которые у нас есть. Сверху вы можете видеть подходы, слева требования. Если приглядеться, то на самом деле кажется, что нам больше всего подходят картинки, которые мы будем использовать как файлы. Просто файл, подключенный на страницу. PNG-файл мы сразу выкинем, потому что террастор нам не нужен с иконки векторные. Оставляем SvG-файл. Но одного нам не хватает. Управление цветом. Как вообще можно получить картинку на сайт с помощью просто подгрузки картинки, как изображения, и поменять ее цвет? Просто SvG-шку. Подходов много. Одним из них является SvG-инжектор. Опять-таки, на jQuery. Вот этим пользовались. Что делали? Просто писали картинку, просто tag-image на сайте. После этого скачивали эту картинку на уровне JavaScript, брали ее исходный код и заменяли. Был tag-image, заменился на inline. Все, после этого мы можем работать с этой картинкой заместо там fill, да, с хексом можно понять на current color прямо в картинке и, пожалуйста, перекрашивать. Мы не хотели это делать, потому что мы не хотим так делать какую-то двойную работу после того, как скачалась картинка, что ты с ней еще делаешь от него скриптирует нагрузка. Поэтому откинули. CSS-фильтры. В CSS есть набор свойств фильтров, с помощью которых можно, как оказалось, получить вообще любой цвет картинки. То есть, в фильтрах нету конкретного фильтра, который позволит взять и перекрасить что-то в цвет. Там есть invert, сепия, брайтность, контраст и так далее, но вот набор этих свойств, хитрый набор, позволяет получить исходный цвет. Вы можете потом поиграться, в конце будут все QR-коды, так что можете сейчас не торопиться сканировать. Но смысл в том, что имея на входе hex, мы можем высчитать набор таких фильтров, которые раскрасят иконку в нужный цвет. Но это не current color. Исходником является hex. И это JavaScript. Поэтому тоже отмели. Следующим подходом, который я рассматривал, был svg-фильтр. И на тот момент, когда я вот это написал, мне казалось, что все это победа. Как это работает? Берем просто картинку, подключаем ее в теге image внутри svg, а после этого с помощью фильтра, тега filter, который давно работает, еще там с древних версий и е. Мы перекрашиваем эту картинку в цвет. Если на пальцах рассказать, как это работает, то у картинки есть сама иконка и есть прозрачная часть. То, что не иконка. Фактически мы берем и перекрашиваем в current color все, что не прозрачная часть картинки. Мы даже взяли и завернули эту штуку в компонент. Тут можно сильно не вникать в код, но там мелко, я об этом знаю. Смысл в том, что мы собрали компонент и даже попробовали его внедрить. Когда мы это разрабатывали, мы, естественно, задумывались о поддержке. Пошли в CanEuse, увидели то, что поддержка нас полностью устраивает, а давайте попробуем, авось это как бы наше решение и мы с этим будем жить. Но мы наткнулись на подводные камни. Как оказалось, как вы можете видеть, в iOS, в Safari на iOS эта штука работает с версией 6 и действительно работает с версией 6. Но вот начиная с версии 15 до версии 16.3 примерно, мы ловили очень странные плавающие баги. Она то вообще не показывалась, то показывалась черной и не раскрашивалась, а вот в 16.4 все, ну начиная с версии 16.4 все отлично работает. Фактически мы потеряли достаточно большой пул устройств наших пользователей, у которых эта иконка может не работать. Копали в чем дело и нарыли то, что в версии 16.4 в релизе Safari они написали то, что мы тут багпак поправили, который связан с тем, с применением тега фильтр. И действительно в 16.4 и далее все работает. Мы не могли оставаться на этом решении и начали копать дальше. И нашим спасителем стало свойство mask image. на пальце как работает. Mask image это свойство CSS, которое позволяет сделать следующее. Допустим, у нас есть какой-то спан с классом icon. Мы зададим ему дисплей блок, сделаем его нидлайновым облочным элементом, укажем ему размеры, в качестве багграунда укажем current color, а вот с помощью mask image применим к нему маску, которая будет являться нашей иконкой. фактически мы получим изображение иконки с цветом current color. Как же вообще эту историю завернуться в компонент? Есть какой-то компонент icon, у него есть props name, в зависимости от имени мы будем показывать ту или иную иконку. Мы знаем, где эта иконка лежит. Мы будем показывать ту или иную иконку в зависимости от ее имя, потому что мы будем обращаться к имени иконки, которая будет называться так же, как props name. и это свойство прокидывать в элемент. Давайте немножечко усложним этот компонент и добавим еще props size. Есть name, есть size, как вы помните, у нас есть два изображения для двух размеров иконок, поэтому с помощью комбинации name и size мы получаем ту или иную иконку и применяем ее в свойстве mask image. Что же вообще стать скриптом делать? Стать скриптом все просто, мы просто перечисляем все имена иконок, которые у нас есть, говорим, что size может быть либо 16 либо 24, прокидываем этот тип в компонент, окей, победа. Но в нашей реализации у нас были подводные камни и они заключались в том, что не все иконки есть во всех размерах. Например, иконка сердечко есть в размере 16, но нет 24. Как нам сделать так, чтобы пользователь, который использует этот компонент у себя в коде, не мог использовать иконку с именем серд и прокинуть в нее size 24. Создаем два типа, два набора имен иконок. Один набор имен иконок для иконок размера 16, второй набор имен для 24. Создаем два интерфейса, один интерфейс для размера 16, второй для 24 с нужным перечнем имен иконок, а потом прокидываем эти два типа в компонент либо один, либо другой. В этом случае, когда вы используете иконку, вы не сможете прокинуть в нее size, например, и имя, которого нету, в t-icon name 16 в этом типе. Понятное дело мы берем все иконки и выгружаем из фигма и получаем набор svg-файлов. У этих svg-файлов, которые мы выгружаем, есть имена. Имена соответствуют слоям фигма. Соответственно, мы знаем имена этих файлов. Из этих имен мы генерируем типы для разных размеров иконок. То, что вы видели на предыдущих слайдах. t-icon name 16, t-icon name 24, t-icon name 32 в нашем случае. После этого эта история влетает, создает коммит в гите и прогоняются тесты. Как вообще можно понять, а все ли окей. Ну, например, можно знать, какие у нас вообще есть иконки и убедиться, что все иконки с нужными именами выгрузились. Ну, буквально мы знаем, что даже если иконка сломалась, пусть так, на клиенте она точно отобразится, потому что этот файл будет скачан. Он у нас уже есть. И можно сравнить эти иконки соответственно со сходником с криншот теста. После этого мы выгружаем эти иконки в S3. Соответственно, мы знаем, куда мы хотим вылить. Мы знаем, какой у них будет URL. Потому что именно этот URL мы используем в компоненте. И в нашем случае это S3-хранилище. Ну, а после этого мы создаем новую версию компонента в NPM. Как вообще эту историю применять? Как такой компонент, который мы сейчас с вами как-то на словах описали, как бы он выглядел в коде? Раньше, когда иконок было много и компонентов было много, это выглядело примерно так. Для iconher24 у нас выгружался конкретный компонент, в имени которого был размер, и мы его использовали. Сейчас мы просто выгружаем компонент icon, прокидываем в него два пропса name и size. Если такой компонент нужно было использовать где-то в других компонентах, например, из кнопки, в которой есть иконка, мы такую иконку прокидывали в button, какой-то конкретный пропс, в нашем случае с left icon. вот такой подход позволяет пользователю компонента button прокидывать туда все что угодно. Он может прокидывать туда эту иконку в какой-то обертке, возможно, прокидывать туда еще одну кнопку, но мы понимаем, что кнопки в кнопке быть не может, ну и так далее. Но в нашем текущей, в текущей реализации эта проблема ушла, потому что мы просто в качестве left icon указываем имя иконки, а какой там должен быть размер, например, большая кнопка, большая иконка, маленькая кнопка, маленькая иконка, это уже все зашито в кнопки, думать не нужно. Как пользователь, пользователь, имею в виду, пользователь, программист, использует этот компонент, который работает с фигмой? Фигма выглядит примерно это, и если приглядеться, то любого компонента, когда мы его выделяем, есть его имя, есть пропсы, которые есть в фигме, в данном случае это компонент icon, у него есть имя icon, есть два пропса, size 16 и name arrow down. Если я разработчик, я буду использовать этот компонент, я сделаю вот так, я напишу компонент icon, напишу ему name arrow down и size 16, я мозги выключаю и получаю именно то, что было в макете, и ошибиться тут негде. Кажется то, что красиво, замечательно, но есть подводные камни. С чем мы столкнулись? Первое. Наш сайт живет на двух доменах, это dogdog.ru и sberhals.ru. Иконки мы грузили на третий домен, какой это там, неважно. И как оказалось, для меня это было открытием. То изображение, которое вы используете в mask image, может корсить. Я отпрыг к тому, что я могу взять любую картинку и знаю ее URL, показать ее себе на сайте. Image, SRC, URL, картинки, все отобразилось, но не mask image. Mask image, карсид. Что такое карсид? Это запрет использования ресурсов в других доменах. Как это решается? Вы можете указать нужные заголовки на сервере, с которого дается картинка. Если у вас сайт с одним доменом, вообще никаких проблем. Просто кладет, кладет картинку и никаких карсов там не будет. Но в нашем случае мы указали два заголовка access control origin и у нас, это не звездочка. Можете не говорить, что так нельзя. Я знаю, что так нельзя. Там указаны наши домены, просто тут не влезло. Ну и мы указываем время жизни этого заголовка. К слову, в разных браузерах, даже если вы укажете там миллион, не знаю, 666, разные браузеры будут по-разному хранить. Этот заголовок, по-моему, Chrome хранит не больше двух часов и Safari не больше одного дня. Также мы столкнулись с еще одной проблемой, это кэширование иконок в браузере. Мы хотим, чтобы те иконки, которые уже однажды загрузились на клиент, а мы знаем, что браузер кэширует ассеты, не грузились снова на клиент, если этот ассет не поменялся. Фактически, если я, допустим, у меня есть приложение, я использую вот такие вот иконки, и я сделал новый релиз нового приложения, то окей, бандл поменялся, что-то там в разметке поменялось, иконки-то старые, браузер, будь добр, не скачивайте их заново. И как этим можно управлять? Опять заголовки. Если мы будем работать с иконками, с именами иконок, у которых есть в версионировании, например, будем засовывать в имя иконки именно в URL картинки версию, пусть даже в кет-параметре, а не просто физически в имя, то можно просто не использовать какой-то кэш-контрол заголовок, можно сказать то, что вот тебе кэш-контрол заголовок на 100 лет вперед, и мутейбл, то есть не проверяй этот заголовок, мы сами за тебя, браузер, сделаем все красиво. Мы сами поменяем имя иконки, надо будет, иконка новая, в кэше нет, скачаешь. Если мы хотим управлять этой историей через заголовки и не засовывать версию неравида в имя иконок, то нас спасет два заголовка. Это кэш-контрол, опять-таки с указанием, например, на одни сутки must revalidate, чтобы браузер это дело перепроверил, и e-tag. e-tag это хэш, ну, если на пальцах то внутренности файла. Файл поменялся, e-tag поменялся. Браузер перед тем, как скачать иконку, делает опшн-запросы, и он не будет скачать иконку, если у него кэш-контрол в диапазоне текущего времени, и e-tag такой же, как у него в кэш. Что еще по поводу подводных камней? Например, у нас есть какая-то кнопка, и эта кнопка отправляет форму. Я на эту кнопку нажму, и в ней должен показаться лоудер. Как вы понимаете, если эта кнопка и свг-нлайн, то этот свг-нлайн уже есть в бандле, и он сразу покажется. А если это изображение лоудера картинка, то будет некоторый гэп перед тем, как браузер такой, ой, мне нужен лоудер, дай-ка пойду его скачаю. То есть нажим на кнопку, тексты сейчас, лоудера нет, потом скачался, появилось, вот это будет смигивание. Как это решается? Ну, давайте так, сейчас, в данный момент, мы нашли проблему только с лоудерами, ну, точнее, решаем проблему только с лоудерами. Что делаем? Мы просто скачиваем лоудер всегда, потому что он может двигаться где угодно на странице, и в кнопке, и в каких-то там, не знаю, там, каких-то виджетах, которые еще не скачались. В случае, если вам нужно скачать эту конкурс, ну, то есть, физически, до того, как она отобразилась, это можно сделать по-разному. Какой-то префечь, либо JavaScript создать new tag image, new image, закинуть этот URL. То есть, механика есть, мы этого не делаем. Так что же у нас вообще получилось? Что же мы сделали? Мы сделали единый компонент, который один, физически один, а не 1200 компонентов. Этот компонент не увеличивает размер бандла, потому что, в зависимости от того, сколько вы иконок используете, допустим, есть компонент icon, он 100 раз использован на странице, это все 100 разных иконок, и эти иконки загрузятся тогда, когда у вас рынок отобразится на клиенте. Эти иконки не попадут в бандл. Браузер делает большую работу за нас. Он не думает о том, какие иконки, точнее, мы не думаем о том, какие иконки собирает спрайт, мы не думаем, какие иконки на какой странице показаны. Браузер сам их закеширует, сам скачает, если они поменялись, либо не будет этого делать. Эти иконки не будут скачиваться заново, если у нас будет релиз сайта. Это решение крайне простое для понимания. Если бы это были шрифты, например, я пришел в компанию, я такой, ребята, я со шрифтами вообще собаку сел, я сейчас сделаю красиво, пишу какую-то механику для генерации шрифтов, увольняюсь, ну и все. Либо это решение потом удаляют, либо оно работает и его никто не трогает, потому что это сложно. Вот данное решение понятно всем. Эти иконки шрифты на клиенте, как я уже сказал. Помимо этого, мы еще почувствовали положительное влияние на метрики. У нас были такие кейсы, когда вот с карточки врача, которые я показывал, у нас есть страница, на которой отображается много карточек врача. 50, 40, 100. Это страница индексируемая. Это сервер сайт рендеринг. Что в этот момент происходит? У нас на сервере генерится HTML, прилетает на клиент. У нас там были онлайновые иконки. Каждая иконка прилетела в разметке многократно. После этого прилетает бандл, инститализируется реакт, эта иконка еще и в бандле присутствует. И до вот этого подхода что мы делали? Мы понимали, что вот таким образом вводить иконки неправильно, думали в сторону спрайтов, SVG спрайтов, но в тот момент мы решили программу по-другому. Мы заменили эти иконки на картинки, на EMG. и почувствовали профит в перфомансе. Если подводить итоги, то вот эту штуку мы уже внедрили, она уже работает. Когда мы выйдем на секцию вопросов, вопросы-ответы, с нами есть еще человек, который эти иконки реализовывал, поэтому вы можете прям конкретно знать вопросы, ну что там, как, потому что я-то рассказываю все красиво, а на самом деле может и нет, может вы знаете что-то еще побольше. Я собрал все примеры всех подходов в гитхабе, там прям можно потыкаться, посмотреть, когда вы будете делать, рекомендую открывать средства разработчика. Соответственно, есть пример иконки и все-все-все подходы, которые перечислены с перекрашиванием иконок, там работают. И последнее, что я скажу, mask image можно еще использовать еще для растровых иконок. Даже если вы иконку загрузите не с фигашки, но и растровую, она перекрасится. Спасибо. И если у вас будут вопросы, телега, пишите, я всегда рад что-то написать. Слушай, у зала, ну, судя по людям, которые писали, я их знаю, у зала есть к тебе вопросики определенные. Как известно, у программистов две проблемы, это название переменных и инвалидация кэша. И тут в вопросе как раз иконки именуют дизайнеры? Если да, то не боитесь ли вы, что они там вам наименуют, и вы такие, что это вообще значит? Иконки именуют дизайнеры, мы валидируем. Например, у нас была иконка delete, мы понимаем то, что нельзя сделать const delete в JavaScript, и мы такие иконки переименовываем. Да, такие штуки валидируем. Очень просто во все имена добавлять icon, если мы боимся каких-то зарезердированных имен, но давайте так, дизайнеры именуют иконки, но мы учим дизайнеров, как это нужно делать. Вы их бьете по рукам, получается? Да. Хорошо. Нет. Есть ли вопросы в зале? Вопросы в зале есть. У нас тут в середине много вопросов. Есть ли у нас helper с микрофоном? Так, я тебе тогда второй вопрос пока вкину. Вот любому человеку в центре в целом. Второй вопрос. Если в кнопку передать только имя иконки, у тебя там было, что в button раньше прокидывали конкретные компоненты, сейчас прокидываете только имя иконки, не будет ли той же самой проблемы, как ты заранее говорил, что может сайза не быть, и в кнопке, типа, пишут 16, а на самом деле такой иконки не существует? В кнопку сайза не прокидывается, если речь про кнопку. Да, ну в смысле в button ты же сказал, что используешь какой-то размер, а может этого размера не существует. Да, объясню. Давайте так. В кнопку в дизайне вы не прокинете размер, который не существует, потому что icon swap в Figma сделать не позволит. Если вдруг вы прокинули какую-то иконку, ну то есть в дизайне этого не будет, да, а если вы в коде это сделаете, это возможно. Если вдруг вы прокинули какой-нибудь айкон, которого нет во всех размерах, покажется тот, который есть. проверяется на уровень типов в кнопке. Хороший вопрос, кстати говоря, потому что такой длинновидный. Мы с этим столкнулись. Хорошо. Вопросы с залу у нас. Раз, раз. Да. Большое спасибо за доклад. Очень интересное решение с mask-имиджем. И вот у меня есть такой вопрос. А есть ли у вас иконки, которые закрашены со стороны SVG? Возможно, там какая-то сложная логика покраски. И вот как это все работает? И если это работает, как вы решили эту проблему? Я поясню. Точнее, переспрошу. Ты говоришь про то, что нужно раскрасить часть иконки? Нет. Я имею в виду то, что иконка уже раскрашена. Там какие-то градиенты, возможно, есть внутренние... В общем, mask-имидж она раскрасится вся полностью. На нее повесится просто маска, и она раскрасится в один цвет. В нашей иконке все однотонные, и мы знали, что есть такое ограничение. В случае, если у тебя иконка уже раскрашена, то тебе не нужно ее перекрашивать. Вероятно. Просто картинка и без mask-имиджа. А если тебе нужно раскрасить часть иконки, допустим, у тебя иконка какая-нибудь из двух цветов, и тебе нужно красить только часть иконки, решение-то это SVG-фильтр, с теми ограничениями, которые я сказал. Спасибо. Так, да, вот соседний вопрос тоже, один из первых. Да, спасибо большое за доклад. У меня такой вот вопрос. Жили разработчики с предыдущим решением, они, в принципе, были довольны, и вот вы приходите с новым классным решением, но разработчикам приходится это все переделывать, их старый код, и, собственно, как вы, как мейн-трейнеры дизайн-системы заставляли их переходить на новые решения, вы просто поднимали мажорную версию жестко и говорили, что если вы хотите продолжать использовать дизайн-систему, вы должны обновиться, или как это вообще происходило? Ну, учитывая то, что у нас было тысяча десяти компонентов, которые уже использовались, и у нас появился один компонент, который заменяет остальные, то у нас есть гэп, то есть это не брекен-ченж. У нас вот так уже, вот и так есть тысяча десяти компонентов, которые уже используются, и мы их не удаляем. Мы просто говорим, ребят, есть решение проще. Для новых сотрудников новых проектов мы говорим, смотрите, ребят, вот компонент в Figma, Icon, и компонент в коде Icon. У нас на самом деле эта штука, вот этот подход со сквозным неймингом ко всем компонентам относится. И разработчики жили, и им было не то, что удобно, а им было неудобно, потому что они привыкли к тому, что вот есть баттон, я беру баттон, у баттона есть пропсы, а вот в коде это не такие пропсы, а какие надо-то. Вот я иду и начинаю учиться пользоваться баттоном. Вот теперь учиться не нужно. Ты просто берешь и повторяешь. Это упрощает жизнь. Да, я понимаю, что это упрощает жизнь, но я тоже монитореню дизайн-систему, и когда там приходит новое классное решение, мы пытаемся это реализовать, все время разработчики могут быть недовольны, потому что вот нам надо обновиться на новую версию библиотеки, там в каких-то местах обратная совместимость сохраняется, в каких-то местах она не сохраняется, поэтому нас все время просят, чтобы слишком много переделывать не надо было. И вот здесь вот такое решение, где надо прям полностью рефакторить все иконки. Действительно нужно будет рефакторить все иконки, более того скажущие кнопки надо будет рефакторить. Ну, за все нужно платить, и плата вот за это решение это как некоторая переделка, да, некоторое время, ты платишь за это время в командах. У нас в работе были кейсы, когда мы приходили в команду и говорили, ребят, у вас там по перформансу плохие метрики, смотрите, что нам нужно будет сделать. Раз, два, три, четыре, пять, вот это вот так. То есть переделать иконки, не такие, откуда нам их взять, а скачайте. И вот эта вот история, ну, то есть мы сделали в одном месте так, в другом месте по-другому, в третьем месте у нас была проблема с перформансом, поэтому мы там вообще по-другому сделали. То есть все равно мы тотально-то хотим прийти к одному решению, и кажется, что это оно. Окей. Спасибо. Еще вопрос из онлайн, потом опять из зала. Тут хорошие тебе замечания вкинули. При первой отрисовке страницы каши не будет, иконок каши не будет, и следовательно все там сто тысяч иконок прогрузятся и загрузят сеть. Не сто тысяч, а только те, которые используются на странице, потому что только те урлы, которые на странице используются, будут загружены. Но надо понимать то, что когда страница покажется, она покажется до того, как загрузились иконки. А в случае, если эти иконки у вас в банде, то вы будете ждать, пока загрузятся все иконки, перед тем, как их показать. Более того, браузер умный, и браузер умеет управлять приоритизацией загрузки картинок. Если у вас где-то в футере есть картинка в 2 мегабайта, а вы открываете шапку со скролл топ 0, браузер покажет вверх страницы, пока эта картинка в футере не загрузилась, а пока будет ее грузить под скроллу. Он будет тебе то же самое делать с иконками. Браузер за нас еще и оптимизирует загрузку. Так, еще вопрос. Добрый день, великолепный доклад. Я бы хотел у вас узнать, какие дальнейшие шаги в улучшении и оптимизации вы бы планировали предпринять с этой методикой, например, пожать иконки в момент их загрузки с помощью SVGO оптимизации или какой-нибудь префэтч. И маленький еще вопросик, поддерживает ли вот этот вот маск свойства градиенты, то есть вот если у нас одноцветные, но при этом градиентные маски будут, будут ли они нормально рендериться во всех браузерах? Маск имидж работает таким образом, что мы указываем цвет в бэкграунде, свойства бэкграунда. Если мы в бэкграунде напишем linear gradient, например, то эта картинка будет градиентная. Это во второй части. Сама SVG-шка может быть с градиентом внутри, то есть там linear gradient внутри самих... Самого изображения. Самого изображения, да. Допустим, у нас очень много таких иконок, и как раз она красится буквально одним цветом и создается объемное изображение за счет этого. Надо проверить. Скорее всего, мне так кажется, я не проверял, скорее всего, он покрасит его в один цвет однотонный, и надо будет в бэкграунде прокидывать градиент. Возможно. Надо проверить. Это во второй части вопроса. Так, а первая часть вопроса какая? Оптимизация по поводу... А, SGO. У меня было даже в пометках там сказать про SGO, я просто не посмотрел туда и не сказал. Мы SGO делаем на этапе скачивания иконок и создания файлов. Мы прогоняем SGO. Пресечь на самом деле не нужен. Браузер сам знает, что грузить, потому что он знает, какую часть экрана ты загружаешь и сам управляет приоритизацией. Так, следующий вопрос из онлайна. Пробовали вы реализовать где-то в своих проектах прямой экспорт иконок и прочих компонентов из Figma с помощью автоматизированных плагинов? Я так понял, у вас там на CDN сейчас выдергивается, а тут, видимо, напрямую... Сейчас из Figma скачивается просто... Давай так, если вот на пальцах, как это можно сделать? Сейчас у нас есть скрипт, в примерах, вы можете посмотреть, первая реализация этого скрипта лежит в GitHub. Если его запускаешь, он скачивает иконки из Figma и кладет их в папочку. После этого эти иконки прогоняются через SGO, после этого загружаются на S3. Это можно сделать в S3, в VSC-ICD, это можно сделать с криптом, это уже на ваше усмотрение. Вроде ответил, да? Окей. Из зала что-нибудь? Давайте я вам таком веду. Подскажите, правильно ли я понял, что вы формируете два размера изображений? А не пробовали автоматизировать определение размера изображений через сжатие в CSS к лампам? То есть определение через формулу размера, чтобы у вас, допустим, в TypeScript вы забили какие-то определенные размеры и разработчик их выбирал, а сама уже система определяла размер самих линий в зависимости от выбранного размера с клэмпом от минимального к максимальному? Все сильно сложнее. Все равно сводится к тому, что иконку, которую мы используем в разных размерах, ресайзить линией нельзя, просто эти увеличить. И какие-то линии увеличатся по толщине, какие-то нет. Наверное, можно как-то математически описывать, да, то есть что уменьшается, что не уменьшается и как уменьшается, но нет, мы этого не делали. И если вот именно в эту историю идти, да, вот именно явного указания каким-то образом ресайзить иконку как-то, указывая только размер, но не имея два размера картинки, но при этом, чтобы она ресайзилась нелинейно, такой подход есть в шрифтах, и эта штука называется grade. Это свойство шрифта с иконками, с помощью которого иконки ресайзятся по-разному. В нашем подходе мы этого не используем, в variable шрифтах это используется. Понял, спасибо большое. Тут отличный вопрос из онлайна. Если я захочу транзишн какой-то сделать на ховер, на иконочке, чтобы у меня там цвет менялся или еще что-то, заведется или нет? Да, мы меняем цвет, просто color, и все это просачивается в иконку, все работает. То есть транзишн отрабатывает так же с анимацией? Да, мы транзишн меняем color, и этот color пролетает в current color. А, окей, окей. Надеюсь, Вася доволен. Еще вопрос, Влад, в центре, из оффлайна. Привет, спасибо за доклад. У меня вопрос, я такой адепт иконочных шрифтов, у меня вопрос, во-первых, почему ты сказал, что они медленные? То есть у тебя в таблице там нет галочки, что они быстрые иконочные шрифты. И я не очень понял тему, почему ваш вариант лучше иконочных шрифтов. Смотри, у меня есть сайт, у которого 400 страниц разных. И на этом сайте есть разные иконки на разных страницах. В шрифте, скорее всего, ты соберешь все иконки в один шрифт. Ну, там есть разные подходы. То есть я могу сделать несколько шрифтов, которые часто, нечасто используемы и так далее. Да. И уменьшить размер. Логично, можешь. Но если, допустим, у тебя в футере поменялся, ушла одна иконка, и ты такой, ой, мне нужно шрифт пересобрать для того, чтобы эту иконку из него убрать. То есть таким ты заниматься, скорее всего, не будешь. Ну, я бы таким не занимался. И несколько раз забив на то, чтобы поменять шрифты из одной из двух иконок, получается так, что мы, скорее всего, будем грузить больше иконок в шрифте, чем их есть на сайте. Но вероятно, я не за то, что он медленный топлю. Я за то, что топлю на то, что работать со шрифтами сложнее, чем просто включить картинку. Вот с этим я просто тоже не согласен. Ну, то есть как у нас настроено? У нас есть фигма, также все партится, наверное, как у вас, и собирается иконочный шрифт. И сборка самого шрифта это типа два строк кода. То есть, ну, я сейчас могу показать, там нет ничего какого-то. Я думаю, что мы это в дискуссии можем обсудить после доклада. Хорошо. Уже далеко и уходит. Но в целом подход интересный, особенно в моменте, когда мы вычисляем, какие иконки чаще всего используются. Из них делаем один шрифт, из остального делаем остальной, другой шрифт. Вот, окей, хорошо. Так, последний, наверное, вопросик из онлайна, и побежим в дискуссию. И тут Борис пишет, что у нас такой же подход используется, такой же используется подход со спрайтом. В итоге это превращается в один огромный файл, в котором достаточно трудно разобраться. Как вы понимаете, что иконка в спрайте уже есть? Мы не используем спрайты. Да. Видимо, так. Но в целом, я так понимаю, конкретно у вас, типа, если новая иконка завелась, вы просто там перегенерировали пакет, у вас она уже внутри находится, и дальше ее используют. Каждая иконка грузится отдельно. Эти иконки не собираются в спрайт. Если какая-то иконка используется на странице, эта иконка загрузится как отдельная картинка. В нетворке вы увидите загрузку отдельной маленькой картинки, а не в рентайме в спрайт. Не собираются другой подход, и спрайты мы не используем. Спасибо тебе большое. Спасибо. Отличный доклад. Спасибо.